В городе Соли-Лецке, расположенном в Оренбургской области, находится одна из колоний особого режима для заключенных, которые должны будут нести наказание до конца своих дней. Черный дельфин, а именно так она называется, стал последним пристанищем для жестоких преступников, которые потеряли человеческий облик, тех, кому просто недопустимо жить среди нормальных людей. Тюрьма для самых страшных злоумышленников, превратившихся в монстров, в прямом смысле этого слова, окружена колонией и поселения, где отбывают свой срок менее опасные преступники. Такое расположение дало черному дельфину негласное название зона в зоне. Более 700 маньяков, убийц и террористов содержится в ее стенах, а на все их преступления приходится порядка 4 тысяч смертей. Среди тех, кто проводит здесь остаток своей жизни, самый молодой заключенный, террорист Олег Костарев по прозвищу Костер. Детство и семья будущего подрывника, весной 1986 года, 25 апреля, появился на свет мальчик Олег Владимирович Костарев. Родился он в городе Глазове, Удмуртской АССР, в благополучной советской семье. Его отец Владимир Валерьевич возглавлял городской водоканал, занимался депутатской практикой, являясь представителем муниципального образования города Глазово-Кожельское. Мать Олега Костарева Галина Костарева посвятила свою жизнь преподавательской деятельности. Ее местом работы был физико-математический лицей, где учился и сам Олег. Он рос как обычный сорванец, увлекался компьютерными играми, ходил в секцию по боксу и карате. И был без ума от пиротехники, которая во времена его взросления стремительно завоевывала популярность среди жителей России. Любил пострелять, поэтому с большим удовольствием ходил на тренировки в тир. Одно время серьезно занимался кикбоксингом, ушу и другими боевыми искусствами. Овладел техникой ножевого боя. В 2003 году, сдав вступительные экзамены, поступил в российский химико-технологический университет Менделеева в столице. Олег Костарев, биография которого могла сложиться по-другому, выбрал путь террориста, сопровождающийся чередой роковых знакомств и необъяснимых поступков. Новые знакомства Костарева спустя год обучения в московском ВУЗе, осенью 2004 года, Олег Костарев познакомился с Александром Хиневичем, который являлся создателем и руководителем религиозной общины староверов. Среди сторонников он был более известен, как Калаврат. Идея организованной им общины инглингов – родноверие, иначе говоря, возрождение старинных славянских обрядов с целью духовного очищения. Хиневич неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разжигание расовой неприязни, демонстративное ношение нацистской символики и прочие подобные деяния, направленные на агитацию к экстремизму. Костарев принимал участие в драках и массовых столкновениях нацистской организации, в рядах которой состоял, против нерусского населения, проживающего на территории столицы. Террористическая организация «Спас» в конце зимы 2006 года Хиневич познакомил Олега Костарева с Николаем Королевым, который был руководителем экстремистской организации «Спас». Уроженец города Москвы в своих кругах известен был как Никола или 55-й. Костарев вступил в радикальную группировку Королева и уже в начале лета того же года был допущен в отряд подрывников организации на особых условиях, то есть получил доступ к радиоактивным веществам террористической организации и стал заместителем самого основателя группировки. Теракт в столице 21 августа 2006 года на столичном вещевом рынке прогремел взрыв, который унес жизни 14 человек, среди погибших было двое маленьких детей. Количество пострадавших в результате террористического акта превысило 60 человек. Виновниками и непосредственными организаторами взрыва на черкизовском рынке были признаны члены экстремистской радикальной группировки «Спас» Королев Николай Валентинович и Костарев Олег Владимирович. Оба осуждены на пожизненное заключение и отбывают свой срок в К-6 «Черный дельфин». Решение было вынесено Московским городским судом 15 мая 2008 года. Костарев осужден по семи статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Особенности содержания преступников в колонии «Черный дельфин» камеры в исправительном учреждении 2 на 2 метра. Заключенные там содержатся по двое, их подбирают по личностному психотипу. Если происходят конфликтные ситуации, то бунтарей тотчас расселяют. Каждый преступник, содержащийся в колонии, имеет право на лечение питания, прогулки, чтение книг и дистанционное обучение. Работать допускаются лишь единицы, которые проходят тщательный отбор с психологическими тестами и другими проверками. На одно место в швейный цех могут претендовать до 100 заключенных. Каждый закоулок в тюрьме не остается без видеонаблюдения. Задумавшись о том, что в этом месте собраны самые отъявленные злодеи, невольно задаешься вопросом, а стоит ли их жизни такого гуманного отношения. По словам директора «Черного дельфина», преступники, наоборот, больше раскаиваются в своих деяниях, чувствуя человеческое обращение и доживая остаток своей жизни во вполне комфортных условиях. Возможно, не исключением является и Олег Костырев. Здесь даже излечивают от наркотической зависимости. Условия содержания преступников настолько стерильны, что они не болеют гриппом и другими вирусными заболеваниями. Еще недавно статистика пожизненных заключенных показывала неутешительный результат. Многие из них сходили с ума. Теперь такое происходит крайне редко. Заслуживают ли эти люди такого отношения? Для тех, кто пострадал от рук злоумышленников, такой вопрос остается открытым. По словам самого Костырева, в его деле полно недоработок, и он непременно хочет оспорить решение суда. Для этого террорист планирует получить диплом юриста, пройти дистанционное обучение. Вины своей в этом деле он до конца не признает, уверяя, что не замышлял террористический акт, а просто хотел запугать хозяина рыночного кафе, с которым имел конфликт. Также Костырев уверяет, что если бы хотел изготовить взрывное устройство для массового убийства, то непременно сделал бы это, потому как с такими веществами он на ты достаточно долгое время. «Мы просто хотели припугнуть хозяина кафе», – сказал он на суде, имея в виду себя и Николая Королева. Стоит ли верить человеку, который сам заложил самодельную бомбу в месте массового скопления людей и привел ее в исполнение в час пик. Неужели он не думал о последствиях, которые может повлечь за собой взрыв? Кстати, в 2012 году Костырев подал кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации. Там он просил отменить приговор и пересмотреть дело, призывая допросить новых свидетелей, ранее не принимавших участия в судебном разбирательстве. Суть просьбы – позволить невесте Олега Костырева выступать в качестве его защитника. Суд отклонил жалобу, посчитав доводы, приведенные в ней, неудовлетворительными.